поддержка экономики мировыми центральными банками да то есть вот сейчас на графике таком непростом данном случае приведено меры поддержки экономики мировыми цб и правительствами да то есть что осуществлялось 196 экономиков экономик отслеживают международный валютный фонд здесь приведена некая такая таблица да то есть какие государства какие меры применяли есть всего четыре основных типа поддержки до которые осуществляются в ситуации стимулирования экономики в свете пандемии во-первых это денежно-кредитная политика вторая мера поддержки экономики это внешняя политика то есть внешняя политика в первую очередь это так называемая валютные интервенции и меры движения капитала третий блок мер это финансовая политика для банков которая предоставляется в большинстве своем меры финансовой политики для банков сводится к снижению объемов резервирования на различные эффекты да то есть у капитан у банков есть буфер антицикличного капитала системного риска что это значит это значит что банки должны всегда иметь определенное количество резервов то есть когда они выдают кредиты то какая-то часть кредитов не платится и соответственно или платится с задержкой или становятся дефолтными и в этом случае получается чтобы банк у банков не было рисков есть определенные соглашения есть определенные указания центральных банков европейского центробанка да то есть какие объемы средств долг банк должен резервировать что значит резервировать это значит что эти денежные средства он не сможет него не может использовать своей основной банковской деятельности в кредитовании то есть у него эти активы есть они в банке присутствуют но при этом направлять их на выдачу кредитов он их не может то есть а выдача кредитов это основной доход банк получается что из-за того что банк может кредитовать там выдавать кредиты не на всю сумму активов которыми он владеет в этом случае получается что немного снижается маржинальность бизнеса но с другой стороны увеличивается стабильность банка, потому что если будут неплатежи, если будут просрочки, банк спокойно может там или перепродать, или списать этот долг, и соответственно у него для этого есть необходимые резервы, они не ударят сильно по капиталу банка. В кризисных ситуациях, когда происходят проблемы с ликвидностью, вот эти вот нормативы, они или приостанавливаются, или отменяются, или уменьшаются, то есть условно резервов должно быть там 9%, вам говорят резервов, вам достаточно 3%, или временно вообще приостанавливаются, то есть что мы в принципе наблюдали, если посмотреть, где, какими странами это было применено, то вот мы видим, то есть практически повсеместно в России в том числе было снижение норм резервирования, была приостановка вот этих вот параметров. Вопрос, я рассказываю о том, какие меры стимулирования были проведены, и какие риски при этом присутствуют, то есть что фактически получили сейчас коммерческие банки, им снизили или отменили в принципе нормы резервирования, им в принципе дали ликвидность, короткую ликвидность по операциям РИПО, которую нужно максимум через 45 дней вернуть, но и продвинутые экономики типа еврозоны или Америки дали более длинные денежные средства, в России этого не дали. Что фактически сделано? Риски в банковской системе выросли в разы, то есть сейчас резервы, которые есть у банков, они могут быть пущены просто там на спекулятивные операции, они могут быть просто забраны. У них уже могут быть какие-то неплатежи от крупных компаний, и у них фактически не остается резервов. И вот это одна из самых крупных опасностей. При этом процентные ставки находятся на низких значениях. Компании, корпорации, особенно в Америке, в Европе заимствуют, потому что стоимость денег достаточно дешевая, и получается, что вот эти риски очень существенно выросли. У банков нет стабилизирующих буферов в ликвидности для того, чтобы, если произойдет что-то плохое, если начнутся неплатежи, если начнутся банкротство компаний, физических лиц, малых предприятий, оно начнется, потому что экономика еще не восстановилась, а у банков уже практически все лимиты сняты на то, чтобы удерживать безопасный уровень выданных уже кредитов.